Гастрономический фестиваль Гастрономический фестиваль Гастрономический фестиваль Острые перцы с арахисом Салат Здесь у нас соус Соус состоит из вытяжки соевой Сладкого перца Пасты острый табаджан И конечно же нам понадобится свежая корюшка Которая будет профилирована полностью И избавлена от косточки У нас с вами есть сотейник с кипящим маслом Он вам будет взамен фритюру Первое, с чего мы начнем, мы ее запанируем в острой панировке. Она запаяет лишнее попадание влаги, лишнее попадание жира. Это первая панировка. Вообще, конечно, для не восточная кухня, чем хороша, тем, что она впиталась здесь и кулинарные традиции народов, и восточную ноту какую-то, и, конечно же, Владивосток. И жители Владивостока очень сильно любят блюда восточной кухни. Это можно увидеть даже дома. Все практически готовят и любят блюда, приготовленные на боке. Еще нам с вами понадобится яйцо для панировки. Яйца, конечно, желательно сюда разбивать в черную поверхность, которая не имеет светлого вкрапления, чтобы увидеть, насколько яйцо свежее, можно по тому, как оно держится за белок, за желток. Когда яйцо распадается, это значит, что льбумин уже совсем распался, и яйцо не свежее. То есть, чем плотнее белок в желтку держится, тем яйцо свежее. Масло не должно кипеть. Желательно, чтобы оно было горячей температуры, ну, примерно где-то градусов 160. Дома вы можете просто сделать, чтобы масло прокипело, вы увидели первые пузырьки, выключили, подождали несколько минут, как раз эта температура будет вам пригодна для жарки. Так, затем мы острую корюшку с вами немножко в яйцо и в сухари. В принципе, теперь мы уже можем с вами потихонечку отправлять ее жариться. Корюшка в масле у нас уже готова. Мы можем с вами ее сейчас уже вытаскивать и положить ее на небольшой кусочек. Дома вы можете взять салфеточки и положить на салфетки. Вот вы, как вы видите, она уже зажарилась. Сейчас мы с вами ее просто уберем на салфетку и теперь можем отправлять последующую корюшку туда же. Очень важно развивать дальневосточную кухню. На сегодняшний день я знаю, что организаторы фестиваля организовали не только такой фестиваль, как корюшка был, фестиваль зимней рыбы. Еще впереди у нас много местных деликатесов, поэтому хотелось бы еще больше развивать данный продукт и вообще, в принципе, дальневосточную кухню как таковую. Все, теперь всю корюшку мы можем отправить полностью. По мере того, как вы будете добавлять корюшку в масло, у вас будет остывать температура, потому что она будет забирать ее из корюшки, поэтому можно прибавить огня. Мы положили корюшку и вот уже у нас здесь образовался небольшое такое масляное пятно. Вот это говорит о том, что масло лишнее мы как раз таки оставили сейчас, оно не попадет уже в блюдо. Вот теперь по золотому оттенку мы видим, что корюшка готова. Мы ее также снимаем на бумагу с вами. Ждем, когда она немножко отпустит лишнее маслица. В домашних условиях вы, конечно, можете процедить масло и потом в дальнейшем на нем пожарить уже другую корюшку, классическую. Вот наша корюшка с вами. Сейчас по несколько штучек мы сразу сделаем. Мы берем соус. Дома вы можете купить острую чили-пасту, какой-нибудь восточный соус, также купить орешки, какой-нибудь микрозелень и также удивить своих гостей. Мы берем салат-одуванчик. Он снимет некую жирность. Все, наша корюшка почти готова. Сверху мы еще раз немножко польем ее соусом, потому что у нас с вами есть небольшой листик салата, да, в виде одуванчика, чтобы туда тоже немного попало. Острые перцы с орешком. Конечно, я не могу сказать, что для меня это блюдо острое, скорее оно острое для тех, кто не ест острое. А так, конечно, это блюдо достаточно гармоничное в плане того, что в нем есть и острый, и кислый, и соленый вкус. Ну, наверное, это, в принципе, очень даже хорошо. Наша корюшка готова. Желаю, чтобы вы дома приготовили такое же блюдо. Ну, а если нет, то приходите к нам в гости. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok